Представьте себе Лас-Вегас, 1950-е. Ресторан на крыше роскошного казино. Играет музыка, гости пьют коктейли, потом метродотель звенит ложкой о стакан и говорит, минуточку внимания. Музыка умолкает, слышен далекий взрыв, вздрагивает здание и на горизонте вырастает небольшой аккуратный ядерный гриб. Гости хлопают и возвращаются к разговору. Оркестр начинает играть снова. А что бояться-то? Обычные атомные испытания. Многие специальные приехали в Лас-Вегас на них посмотреть. И ресторан на крыше казино построен для того же. В общем, в 50-е была своя атмосфера. У Америки был настоящий роман с атомом и атомными технологиями. Казалось, что еще чуть-чуть и атомная энергия решит все проблемы человечества. Но началось все раньше, 23 июня 1903 года. Тогда Мария Кюри выступила в Сорбонне с докторской диссертацией исследования радиоактивных веществ. Доклад произвел фурор. Особенно аудиторию взбудоражила новость об открытии полония и радия, которые супруги Кюри смогли выделить в лаборатории из отходов урана. Великий физик Резерфорд вспоминал, что потом был торжественный ужин, на котором Пьер Кюри продемонстрировал собравшимся техногенное чудо – колбу с раствором радия, который светился в темноте. Все были в полном восторге. Фредерик Содди, коллега Резерфорда по атомным исследованиям и популяризатор этой темы, писал, что очень скоро атомная энергия позволит превращать пустыни в плодородные поля, позволит растопить полярные льды и превратить всю Землю в один цветущий райский сад. Это было время невероятно оптимистичного отношения к науке и технике. Казалось, что человек вот-вот покорит природу и познает все тайны Вселенной. Исследования в области радиоактивности тоже воспринимались однозначно. Все решили, что ученые вот-вот укротят Солнце. Голова от захватывающих перспектив кружилась даже у ученых. Общество охватило настоящая атомомания. Тут же появились шарлатаны, которые объявили радиоактивность чудесным лекарством от всех болезней и соответствующие продукты. В Чехии продавали целебную радоновую воду и рекламировали целебные источники с радиоактивной водой. В Германии появилась радиоактивная зубная паста Доромант. Реклама утверждала, что радиация укрепляет зубы и десна. И обещала клиентам, что их улыбка будет светиться. В Америке компания Радитор с успехом продавала радиоактивную биодобавку. Французская косметическая компания Торадия выпускала целую линейку радиоактивных продуктов. Зубные щетки, мыло, крема для лица. На упаковке было написано «Формула доктора Кюри», потому что для рекламы французы наняли какого-то врача по имени Кюри, не родственника Пьера и Мари, а просто однофамильца. Технический прогресс первой половины 20 века наложился на появление первой настоящей массовой культуры. Тиражи комиксов и научно-фантастических журналов в жанре палп исчислялись миллионами. Тридцатые, сороковые и пятидесятые – это так называемый «золотой век комиксов» и научной фантастики. И, конечно, все это в значительной степени вдохновлялось атомной темой. Появились соответствующие герои. Например, Флэш. В миру студент, надышавшийся испарений от тяжелой воды и превратившийся в самого быстрого человека в мире. А вот его коллега и конкурент Атом. Что интересно, никакими сверхспособностями поначалу он не обладал. Это был просто студент, который подкачался, пошел на бокс и начал бить морды злодеем. А между подвигами изучал физику. Правда, потом его перезапустили, и в новой версии он уже получил суперсилу. Смог уменьшать свое тело до субатомного уровня. Технологический оптимизм середины века не смогли поколебать ни две мировые войны, ни атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Общество воспринимало науку как нечто вроде магии. Если могучий джинн может разрушить целых два города, то значит и дворец построить он тоже в состоянии. И подростки, и взрослые зачитывались фантастическими книжками и журналами про науку. А там обещали невероятные вещи. В самом ближайшем будущем все будет атомным. От космического корабля до калькулятора. Публиковались концепты домов будущего, где все работает на атомной энергии. Телевизор, тостер, холодильник и даже кондиционер. И все это экологически чистое. Появлялись эскизы атомных поездов и атомных самолетов. Особенно тема нравилась автомобильной индустрии. Там всерьез рассказывали, что уже совсем скоро машины будут ездить на ядерных батарейках. Причем одной батарейки будет хватать на несколько лет, а заправки обанкротятся. Осознав силу атома, в 50-е годы ученые и инженеры стремились найти ему применение в самых разных областях. Запустили первую в мире атомную электростанцию. Построили атомные ледоколы и подводные лодки. Экспериментировали с самолетами и мечтали об атомных автомобилях. Что-то уже прочно вошло в наш обиход. Что-то так и осталось фантазией. Буквально погрузиться в атомоманию того времени и посмотреть на макеты этих легендарных проектов можно в экспозиции «Время первых» в музее «Атом» на ВДНХ. Для понимания эпохи важен контекст. Поэтому здесь показывают не только, как советские ученые приручали атом, но и как вслед за ними экспериментировали архитекторы, художники, режиссеры. А советские люди следили за всем этим с экранов телевизоров и страниц фантастических романов. Разве что в радиоактивный набор юного атомщика, как в Америке в 50-е, здесь не поиграешь. Но в музее есть интерактив масштабнее. Это уникальное пространство «Атомариум», где наука становится увлекательной игрой. Интерактивные экспонаты здесь моделируют различные физические процессы и явления. Можно наглядно понять, как возникает резонанс и что такое теория относительности. Можно заглянуть внутрь Солнца и разобраться, как работает катушка Теслы, маятник Фуко и древнейший антикитерский механизм, который еще в античности помогал рассчитывать траекторию небесных тел. Такой познавательный отдых для всей семьи будет интересен всем – и детям, и взрослым. Ссылку оставил в описании. Корпорация «Форд» в конце 50-х показала концепт «Нуклеон» – пикап, якобы оснащенный небольшим реактором в задней части корпуса. Предполагалось, что реактор будет уменьшенной копией реактора с подводной лодки. «Нуклеон» должен был проезжать по 8 тысяч километров без замены съемной ядерной батарейки. Пассажирские места были максимально сдвинуты вперед, подальше от реактора. Других мер безопасности не было. Атомный концепт «Студебеккер Паккарт Астрал», представленный на Женевском автошоу, вообще имел только одно колесо, а от радиации там должно было защищать силовое поле. Ну, пока не разработанное. У французского концепта «Симка Филгур» колес должно было быть два, и он должен был не только работать на атомной энергии, но и управляться с помощью голосовых команд и радара. У еще одного концептуального атомного «Форда» «Сиэтлайт-21» колес было, наоборот, шесть, чтобы атомная тяга не пропадала зря. Причем нельзя сказать, что все это были какие-то пустые мечтания, мечтания горстки энтузиастов. Публика воспринимала атомные автомобили как дело ближайшего будущего. Планировщики даже всерьез обсуждали вопрос расширения американских шоссе. Машины с реактором даже в виде концептов получались большими, тяжелыми, и чтобы избежать несчастных случаев, предлагалось расширить дороги. Увы, грандиозные планы разбились законы физики. «Форт-Нуклеон» получился действительно гигантским и должен был весить минимум 10 тонн. Но даже для него не удалось придумать достаточно миниатюрный реактор. Чуть лучше дело шло в авиации. Это было дело стратегической важности, и тут вопросы решали военные. Да и уместить реактор в самолет оказалось проще, чем в автомобиле. В Советском Союзе разрабатывался баражирующий бомбардировщик на атомной тяге, который мог бы в теории вообще практически никогда не садиться. Ну, только чтобы сменить уставший экипаж. До тяги дело не дошло, но 34 испытательных полета с реактором на борту совершить удалось. У американцев была аналогичная программа, но дело тоже ограничилось обычным бомбардировщиком, который летал с реактором на борту, чтобы проверить, не умрет ли экипаж от облучения. Выяснили, что не умрет, но, как и в Советском Союзе, пришли к выводу, что летающий ядерный реактор — это не очень хорошая идея. Вдруг упадет? Такая же проблема возникла с атомными поездами. Конструкторы пришли к выводу, что сделать-то их можно, но только что делать, если такой поезд сойдет с рельс в результате несчастного случая или теракта? Не получило развитие идеи мирных атомных взрывов для прокладки тоннелей и каналов, а также создание подземных резервуаров. После первых экспериментов было признано, что затраты на переселение местных жителей и дезактивацию почвы перевешивают выгоды. Прекрасно все было только на флоте. Атомные подводные лодки и надводные боевые корабли пошли в серию и к настоящему моменту стали привычным делом. Фанатов технического прогресса все эти прозаические моменты не интересовали. Какие ограничения по весу, если завтра мы на Марс полетим? Атомомания прочно вошла в культуру 50-х и 60-х и слилась с модой на космос. Да, атомных автомобилей не было, но зато были обычные стилизованные под ракеты с плавными обводами, соплами, крыльями и массой хрома. Космических городов тоже не было, зато в моду вошли космические интерьеры, белоснежные пространства с зализанными углами. Всю трендовую мебель как будто демонтировали с летающей тарелки. Пако Робан и Пьер Карден выпускали коллекции на научно-фантастическую тему. Были светильники в форме атома и ткани с атомными принтами. Отметились и архитекторы. Самым модным на некоторое время стал стиль со странным названием Гуги, он же поп-люкс и дувоп. Понять, как он выглядел, можно по одному из зданий Лос-Анджелесского аэропорта, построенному как раз в то время и похожему то ли на летающую тарелку, то ли на огромную модель атома. Как и всякие приличные родители, американские отцы и матери хотели подготовить своих детей к будущему. А будущее считалось атомным, и многие в образовательных целях покупали своим детям радиоактивные игрушки. Это, пожалуй, самый потрясающий эпизод атомной темы в культуре. В 50-е в американских магазинах игрушек реально продавались наборы юного физикоядерщика с настоящими изотопами. Набор этот назывался Gilbert Atomic Energy Lab, и его в 1951 году запустил фокусник и изобретатель по имени Альфред Гилберт. Это не шутка, не маркетинговое преувеличение. В наборе действительно были настоящие радиоактивные элементы, и все необходимое, чтобы экспериментировать с ними в домашних условиях. В мини-лаборатории имелись спинтерископ, на флуоресцентном экране которого можно было посмотреть результаты радиоактивного расклада. Имелся счетчик Гейгера, инструкция, экран в виде картонки, покрытый радием, а также книга по физике. Радиоактивные элементы лежали в четырех стеклянных баночках. Это были не чистые изотопы, а образцы руды с содержанием урана. В инструкции объяснялось, как работают инструменты. Там же были описания экспериментов. Например, счастливый член семьи мог спрятать в доме источник гамма-излучения, а юный физик при помощи счетчика Гейгера должен был его найти. Радиоактивная руда находилась в герметичных колбах, из которой ее не рекомендовалось вытаскивать. Согласно инструкции, образцы отслаивались и крошились на воздухе, из-за чего радиоактивная руда могла рассыпаться по всей лаборатории и вызвать беспорядок. Физику-ядерщику в этом случае здорово досталось бы от мамки. В приложенной книге по физике было вот такое предисловие. Спешим заверить вас и ваших родителей, что предоставленные вам радиоактивные источники никоим образом не опасны. Ведущие ученые страны работали над тем, чтобы сделать их совершенно безвредными и в высшей степени познавательными. Мы заверяем вас, что ежедневный контакт с радиоактивными источниками, поставляемыми в вашу лабораторию атомной энергии, не причинит вам вреда. К сожалению или к счастью, игрушка не очень полюбилась публике. За два года купили всего 5000 экземпляров лаборатории, поэтому компания-производитель сняла ее с продажи. Может быть, дело в том, что набор был дорогой. Он стоил 50 долларов, что в современном эквиваленте примерно 500-560 баксов. Все было абсолютно легально. Продажа и оборот радиоактивных материалов в этот момент вообще никак не регулировались. В концу 60-х атомомания угасла. Публика поняла, что в райский сад Земля не превратится. И полеты к другим звездам на атомной ракете тоже откладываются. Машины на атомных батарейках так и не начали продаваться. А это было бы очень кстати, потому что вскоре начался финансовый кризис, и цены на бензин взлетели до небес. Восхищение перед атомной энергией в 70-х сменилось ужасом перед возможной ядерной войной. А затем прошел и он. И атом превратился просто в часть жизни. Ну а до современного зрителя атомомания дошла разве что в кино. Причем здесь можно вспомнить не только культовый фильм Кубрика «Доктор Стрэнджелов», но и недавний сериал по компьютерной игре «Фоллаут». Главные герои сражаются там с мутантами и каннибалами как раз на руинах Америки будущего, как у ее представляли в 50-х. Среди руин атомных заправок в стиле «дувоп». Интересно, что у разработчиков «Фоллаута» в свое время был конкретный источник вдохновения. В эпоху атомомании они были детьми и сделали в первую очередь пародию на массовую культуру своего детства. Кто знает, может быть у кого-нибудь из них даже был в детстве радиоактивный набор маленького атомчика. Редактор субтитров А.Семкин